и здравия соратники прекрасное субботнее утро наконец-таки я добрался до третьей части тарас иван и анна точнее это про все их троицу будет потому что то в тот раз что-то оборвалось видимо не хотели они сопротивлялись чтобы я всех их разложил по полочкам кто они есть вот это вот макичище мелочная скажем так колдунья этот воришка предатель который он сам в этом признается тарасик и это сказочница фантазерка я сейчас еще немножко их разберу противно но надо потому что нужно объяснить все-таки некоторым как они занимаются и что они делают на каком уровне но сначала к нашим бараном что называется агутин все не успокоится вот тут электронное правосудие портал карате картотека дел агутин леонид николаевич к мама его лиса ночью при третьем лице google 3 числа вот буквально по вчера или позавчера был заседание сегодня у нас какой у нас 4 вчера спала заседание это ужас какой-то агутин заявил снова ходатайство об уточнении исковых требований а затем заявление об изменении исковых требований в чем суть я уже запутался выяснять видимо он мне какие-то миллионы насчитывает который он болезнен и потерпел и хочет от меня как вот какой-то компенсации но это к вопросу вот опять же о этих вот замечательных фильмах учета мне напоминает я всем передальше который может попросить меня что-нибудь конкретно сделать я сделаю ну проще ну вот какая-то просто мания величия я не знаю я показал его ролик чуть-чуть объяснив что там заложено объяснив смысл сугубо лишь свое мнение он как-то посчитал это наскорбляющим его для тех кто не в курсе его достоинства я не понимаю где тут тут уже было назначение экспертизы ходатайство что-то не вижу никаких движений должно же быть какое-то определение получается так когда ты страшно будет удовлетворено соответственно именно в экспертизе должно быть отображено что какие-то сведения порочащие честь и достоинство агутина поскольку все что я там сказал по поводу агутина я даже по поводу его национальности ничего не говорил я лишь сказал что он принадлежит к масонству если он он считает что масонство это оскорбление одну пусть заявит а третьим лицом пригласим потерпевших которые масонскую ложу россии например и пусть не скажут является ли масонство оскорблением или нет ну как то так надо же выяснять до конца в конце концов ставить все точки над и потому что ну вот то что вот происходит в какой-то суде в другой области которой я никакого отношения не имею неизвестно кто там что творит без меня но это мягко говоря нарушение моего права на защиту и поскольку он знает что я в другой области он же мои ролики смотрят и я не понимаю почему он не переведет собственно ходатайство тут тульской области не заявит ходатайство переводе дело вот не понимаю если он реально хотел что-то выяснить он бы наверно что-то заявил потому что на 2 и тогда ко мне приставы придут я задам два интересных вопроса первое являюсь ли я тем самым мама им леви саныч потому что у меня несколько раз уже при прилетали штрафы какие-то полностью такие же тезки один из пензы другой еще откуда-то но в общем неизвестно а если они имеют мои паспортные данные и это будет материалах дела соответственно почему они знают что я в другой области паспортных данных это есть регистрация почему они рассматривают там это уже вопрос к судье будет интересное шоу я даже не хочу как-то вклиниваться потому что ну мне неудобно и я имею право на 1 на судебно братство здесь по месту моего проживания ну ладно я просто обещал людям держать в курсе вот я держу в курсе он уже и и размеры и суть меняет похоже не не только в порядке статьи 49 если не только какие-то деньги но и наверное снова меняет статьи на которые ссылаются я вообще ничего не понимаю уже все потерял реально я же говорил масоны сходят с ума и тупеют но прежде чем мы вернемся к нашей векусе я все-таки покажу вот эти вот ролики которые я хотел показать ну кратенько даже не буду касаться обстановки в астралии она просто ужасно и не могут они без сот не могут просто и написано хайв майнд хайв майнд раевое сознание соты это то куда они ведут вот дама идущая туда с определенной надписью и хайв майнд вот куда они нас ведут такие вот огромные дистинейшина но неизвестное место назначения потому что они хотят нас завести в роевое сознание только потому что им нужно спасти королеву сэйв зэкви на вверх зэкви не эквен не любую королеву именно за вот конкретную королеву но как мы уже разбирали ничего не у них не получится да и возвращаемся к нашей троицы замечательная тут вот еще вот этот вот человечек видимо тарасика карма настигла на всю голову и либо еще что-то но вот теперь викуся сменила шестерку свою а тарасик всего лишь шестерка викуся которая себя возомнила ура урани и там еще какой-то интересно тоже персонаж но на нем останавливаться не стоит все что его характеризует он сам они сами себя палят как и все масоны в открытую говорят значит так я хочу найти первый когда появилась у меня программа похоти впервые подозревая когда он что-то сделал не так и как говорится когда вселенная гневается на человека она лишает его мозгов реально что это он озаботился проблемой похоть это программы аль дрочить надоело ты так не палился уже не понятно что вселенного мишкам обидела но вот палиться то не стоит хватит того что все остальные уже спалились сами по полной и к этому мы еще перейдем связи с этим меня интерес к этому событию в древней греции вот этот кронус вот только в больном сознании викуся и вот такого вот обиженного мишкам просто на есть какая-то связь между его дрочкой и событиями в мифической древней греции вот только он может связать кроноса с чем-то еще но самый интерес он связывает это со мной он же сатурн он же вообще-то сатурн и кроноса немножко разные вещи это греческий и римский бог и ну как быстро даже по официальной бредовой истории немножко но в разные и боги и функции у них и все остальное но разное но как он связывает в его мире все связано со всем потому что они могут все и карму привлекать ну видимо тоже человек родился в сибири как-то мадама который мы который я упоминал вот в прошлом в первой по моему части тараса она я показывал прямые параллели между логикой и фразами викуси и вот такой вот мадамы нет она мне определенно нравится просто раньше таких заботились и в дурку сдавали викуси сдали дурку некому просто кто-то еще зачем-то денежки платит за это но это естественный отбор от сев я понимаю съели да нам не доказали что вы тогда маша распутина ну вот ищите знаете кого а как вы нам докажете что вы дочь григория распутина ну викуси почему-то говорит что она у ранее и кто-то там еще и никаких доказательств не требуется так вы мне сказать его кто из рода рамону не знаю примерно такие же доказательства но замечательный фильм все-таки рекомендую посмотреть да илья оскопил урана как это все вот и это просто роскошно это просто роскошно у одной там татьяны то кони вокруг нее бегали и я был иваном грозным не больше не меньше и и сталином еще хотя его на грозного не было и так далее но вот 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 его логика вообще шедеврального то этого чувака у меня интерес к этому событию в древней греции вот этот кронус он жилья скопил то есть часов не тоже я как в анекдоте про шурика затем на разваленных часов не извините часов не тоже я про носа тоже я скопил виде сатурна сатурна больше не наливать я не могу просто это без рыжаки смотреть я постараюсь быть серьезным честно эти фикальки надо разобрать по полочкам будет вместе я постараюсь честно не обещаю но постараюсь она как это все со мной связано поверь как те там евгений то что хронос я в виде хроноса оскопил урана с тобой не связано никак подозреваю что это определенные последствия в интеллекте от очень частой дрочки это всего лишь мое предположение я не могу смотреть больше эти фикальки я сейчас пророжусь и мы вернемся к разбор честное слово я так больше не могу так вот возвращаясь к нашим актером на маниже как говорила анюта чайку кофейку все-таки надо серьезно попробовать разобрать эти эти фикальки поэтому во второй части я немножко разобрал анюту и по-моему хватит они все что нужно знать про анюта и про точность ее видения вот по моему то в этой фразе это я еще не все грубо говоря посмотрел хотя можно все смотреть и комментировать останавливаясь потому что серьезно давно заливается и нужно все-таки ставить паузы попробовать анализировать их фразы если кто-то рискнет это смотреть все хозяйство но вот об уровне ее видения вполне говорят вот эти фразы не только лишь все но мало ли кто кличко просто земляка и и отдыхает закрытой штучкой какой-то кому чего-то не аккумулятор бурбулятор чего-то какой-то лятор аннигилятор что-то такое для тогда вообще так поняла что типа прибора есть такой прибор мозгов правлятор просто понять понять не некуда да я в курсе что ничего не видишь и и и видеть не собираешься но можно еще по посмотреть на тарасика хватит они там более интересная вещичка это с тарасиком и а тарасики тоже хорошо говорит вот он сам и вот это его фраза 404 затянуть пояса и о прошлом и о сути мне кажется эти люди еще учат нас высокой культуре быта как в анекдоте в фильме в одном и как это моей последующей жизни отражалось на физическом плане вот эти мелкие подворовывания все отсюда ладно бы денежки подворовывал тарасик он подворовывает на более серьезные вещи и все их сеансы открыто это показывают он не только отличная там пашка четверка какой-то дебил ну как бы он не виноват но по нему видно что это солнечный ребенок немножко даже имбецил местами там 3 стадия дебильность имбецильности и идиотия 3 стадии умства неполноценностям не могу сказать что идиот но вот умным его точно нельзя этот евгений интересная фантазерка татьяна который я петру евгения кронос какой-то который кого-то маска скопил кто в чем и евгений об скоплении воришка и предатель и проба на которой негде ставить анюта вражей к которая просто обожала всякие ставить и они говорят что можно вот так сказать что отменяю все и призываю силы карма на кого зачем как-то в одном из сеансов он сказал что когда-то еще когда дружили он позвонил мони она ему помогла и он призывает за это силы кармы веселуха конечно же очень непонятно за что все таки ну ладно в общем это вот веселая компашка который пытается учить остальных жизни это конечно замечательно если думают что люди меняются наверное но не на тот канал они попались наверное можно но с трудом мягко говоря а сейчас мы более подробно остановимся на личности и характеристиках тараса который он сам себе расскажет пространстве мое эфирное тело все эти программы пододвигать даже троица проявилась что-то они там уже могли это троица так и произвучала троица семейка я приказываю или не отвечать какое конкретно воздействие какой магии или ритуал он делает на меня он вот так закрой рот и рукой пытается закрыть но это вот штуковина что с правой стороны с этим замком там такая как граничный пограничный столб такой стоит на этом пограничном столбе вот этот такой амбарный замок и он как бы вот это на этот замок твоей рукой и кричит закрой рот тебе что это за замок ликость это информации а насчитывается как разрешение путешествовать по пространствам души считая информацию когда я дал такое разрешение давай звук выключает это подкашливаешь насчет 3 нашим рабочим пространстве найдем тараса 1 2 3 я вижу он выглядит с этой стороны как так отскорбленный вот так черное вот это все сразу проявилось в секторе магии вижу такой большой шприц прозрачный какая-то медсестра болит вот как бы вот сюда в весу давай правильного из лампы аладдин сейчас я отсоединяюсь отсюда перехожу тарасу его пространство его пространство энергии сталина и лежат перехожу тарасу да вот еще интересный сеансик кавычках интересненький когда тарасик заболел и они втроем пытаются утверждать что это ну естественно я поколдовал то что он немножко хрипит или приболел совсем недавно в другом сеансе она говоришь когда тарас тоже заболел так вот она говорит что у него миссия он не имеет права заболеть если он заболел то он сам позволил этому быть а уже тогда его накрывала немножко карма потому что так устроен этот мир женщина она исполнительница как бы предполагает что не имеет своей воли есть у мужчины есть воля информация у женщины энергии эмоции для исполнения всего этого как единое целое и если в паре работают то по башке собственно говоря по карме на получает мужчина вот они видимо этого не знают и тарасик видим это не знает что ему прилетает за все что делает викуся поскольку он сам подписывается и на поэтому викуся очень часто меняет так называемых партнеров не знаю как это их назвать проще говоря но прилетает им поэтому сейчас у нее этот вот не очень умные женя и по нему прилетает и так далее и тому подобное так давай быстрее его пресса его эфирное тнк это он да сейчас одну секундочку естественно потому что появляются чужие энергии чужие это какие энергии сталина и вот этот вот жест тоже о многом говорит для тех кто хоть что-то понимает в психологии ниспроста этот жест вот так вот готовится врать и нехило так просто вот вагон дезинформации приготовила и я в том числе и по поводу сталин я не хочу сейчас это разбирать все сейчас даже не смотрел а поскольку их много новых уже с того момент как я решил разобрать один из сеансов их много других всякого бреда число так вот если вот энергия сталина вот которые почему-то появляются вокруг тарасика якобы если и ей верить проверить то никак так вот если энергии сталина для нее чужие то какие энергии для нее родные то получается гитлера и вот тут уже самое интересное начинается это уже многое объясняет я-то знаю ее прошлое как она в аненербе много чего мягко говоря не очень хорошего делал том числе с маленькими детьми и и прошлое она на виду вот почему она так на сталина и наезжает ненавидит она и потому что и на и в той жизни делала разные ритуальчики в этой ну и и нафиг вот эти паузы они меня доставили ладно мы переходим к другому сеансу которые вот собственно говоря купол земли и там про тарасик собственно испалился вот этот сеансик и там много чего и интересного опять опять эти жесты ну не может она научиться врать с открытыми глазами а и второе не прикрывая вот это вот ладно века вот эта ситуация соединить я сейчас приказываю или если его соратникам этому черномору убрать все эти воздействия я запрещаю в моё пространство и наше общее перетаскивать да ты уже заколебал что-то запрещать я ж тебе ничего не запрещаю ну тебя нафиг потому что высохнет само отвалится чем больше вот таких вот неадекватов меня ругают тем больше адекватных людей подумают что раз его такие шизики ругают значит что-то хорошее есть как говорил товарищ старин если у нас ругают наши враги значит мы все делаем правильно благодарю тебя искренне раз за все что ты делаешь для популяризации идеи товарища сталина и всех идей которые он заложил это справедливое общество это равные возможности для всех я благодарю чем больше ты говоришь о своем членстве свой родстве с вольными каменщиками чем больше ты поляризирует всякие нехорошие вещи тем лучше это под определенный фильтр все что сейчас происходит определенная фильтрация и слабые у мишкам они они укалываются они идут платят денежки за сеансы с викторией хотят их уже меньше к счастью но есть такие и денежки у них становится меньше и энергии у них становится меньше естественно во всем видно вот кто ну и черномор с семи крылом семи хвостом и с коробочками семи святых искренне желаю тебе только добра тарас в твоем понимании и все силы кармы которые ты же и призываешь честно карму на всех ты же и призываешь я думаю давай надо сделать так что ее получил тарас вперед без всякого в силу аду генель приказываю все убрать все воздействия все последствия и призываю не все парни вот без этого давай повернулся к нему прямо в его сердечную чакру как осиновый пол какие фантазии на на даже столбик пограничный замочком вернулся мне в сердечную чакру режу умер он закашлялся а тарасик кашляет были где логика у этой женщины то есть я закашлялся а кашляет тарасик я даже не знаю как люди это смотрят без рожачки но там есть определенного 5 600 просмотров нарисовали там было 1300 понятно жизнь и жизнь ужас какая ловушка сработал какой карантин и сейчас постараемся выяснить потому что иначе ну никак текст для этого сеанса ей написали в ложе который ее ведет тексты передает через маркушу это раввин и иудеи с которым она живет поэтому она так и пиарит библию придуманной историей и куча там у нее пророков и моисеев было таки да почему я так думаю потому что на самом деле это перекликается с тем что мы с моной говорим на сеансах действительно вся земля была сделана большим таким военно форпостом со звездными крепостями с пирамидами которые поддерживали и внешнее поле звездной крепости и второй уровень силового поля на земле и силовые поля были вокруг крепостей и все это большой такой военный лагерь летающей космосе а мы все-таки на планете находимся и она все-таки вертится и я это объясню наверное на днях буквально для плоскоземельщика потому что многие просят ну мы вернемся немножко к этому замечательному сеансу потому что в некоторых моментах он просто рассказал все о себе и логике ноль и нужно рассказать об этом сеансе чтобы показать насколько с кем мы имеем дело буквально да ну сеансик то очень интересно там призывают все всякие кармы и все проклятие все остальное почему-то называем все свои хотелки все свои фантазии кармы с чего это ему приказываю убрать все последствия этих его воздействий весь этот кашель пусть он заберет и применяет его к нему же этот кашель и боль в животе я все все то что я чувствую все эти последствия пусть заберет призываю карму чтобы он почувствовал то же самое ну и получил по мере заслуженного я вижу что вот этот мудирчика он именно по мере заслуженного поскольку у меня относительно все хорошо то наверное судя по тому что последние несколько сеансов ведет евгений соответственно со всеми бабками за эти сеансы хотя там уже нет никаких бабок просто сидит и что-то там мямлит не знаю сколько ему там викуся платит и либо на общественных началах но неважно но подозреваю что карму все-таки накрыла тарасика и я чуть позже объясню почему тарасика нет уже очень много сеансов и неспроста наверное так долго нет сеансов с тарасиком да уже около восьми сеансов несмотря на весь его боевой настрой почему-то тарасика нету а настроенник прям очень боевой всех ловить никого не жалеть и не щадить кто не спрятался я не виноват ждали крутые просто мера нет никого не щадит ну посмотрим как вселенная не пощадит кого-то мой блин как много и упустил ты все это не просмотришь оказывается что не только тарасику чего-то досталось интересно как они любят на жалость и давить я вот как ты думаешь воин они у них серьезно так все плохо либо они просто прикидываются сверху кармы сверху а карма это сверху оказывается послушай немножко вот я буквально две секунды начал смотреть и думаю что надо тоже об этом рассказать ну и вот эту вот программку если вдруг всплывет ее тоже отстали вдруг чего как стали не ничего не понял ладно смотрим дальше остатки так какие симптомы чего головная боль вот тут за ушами это самое сильное сегодня началось ее не было раньше ну а желудок и слабость были самого начала но по крайней мере без кашля и без не только тарасика накрыла но и и вот дальше не смотрел но вангую вангую это я сейчас надо посмотреть по этим по коментам где тут анна с освобождением сколько же можно освобождаться да 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 неужели я ну ка есть хоть упоминание еще обо мне-то даже как-то вот не нормально не понятно тролли только какие-то бред пишут ничего надо же неужели это не я вот этого всего но я так сказать в лайтовой форме в легком варианте поэтому я тут еще передвигалась там пыталась как-то оживить оживить громовержца как это дотянуть до этой самой до пика горы до это самое доставить вот всех поймать никого не упустить контракт какие пожелания всех поймать да это просто бред какой-то реально мне кажется что вот диагноз он вот тут вот есть это просто бред мании величия у них какой-то я умею делать оружие и могу этим оружием защитить любого человека любую я не могу дать не могу допустить того чтобы у ребенка капал слезинка понимаете для меня это равносильно поражение если ребенок что-то напоминает всех защитить весь мир спасти все вселенные освободить где-то заплачивать для меня это равносильно поражению я создам любое оружие чтобы этот слезинка никогда не упала понимаете это пока пока наша контора еще не развернулась но контора то она у них же тоже контора есть просто татьяна и евгений он не только подспаться присоединились там вообще просто круть один в один кое с чем из контор она же будет делать свое дело она все равно будет пробиваться вперед это пока мы не можем следить за всем но бывает уже поля которые мы захватываем из будущего которую вы уже здесь и не плачут ну пока их мало есть красота красота оценка красоты черный кода вот мне кажется такой же бред как иногда несут вот эти вот это группа товарищей в полосатых купальников анюта всех поймать никого не упустите всех наказать малевича это вообще предел это выше это выше и только масончики кубиками и квадратиками восхищаются мне кажется тоже было упоминание про квадратики мера достижения человеческой красоты точнее не скажешь поймите черный квадрат рамка это рамка и в ней лицо было лицо человек который ты хотел увидеть понимаете вот а вместо лица пепел ты сожгли тебе нельзя знать это лицо ты не имеешь права это знать вот по уровню логики и причинно-следственных связей логичности обоснованности мотивированности не знаю как это еще дальше назвать если это все все эти термины применимы к викуси вот вот один в один один в один я могу нарисовать не знаю может быть джакон то смогу нарисовать я не знаю своих возможностей своих способностей я к сожалению я как всякий человек знаю мало о своих возможностях способны и на первый взгляд есть какая-то логика в отдельных фразах если они вырваны из контекста но если попробовать связать все воедино то логика просто теряется тем не менее подобные люди смотрят я знаю я могу не спать неделю это абсолютно жестко и жестко и проверено и чувствовать себя и гораздо лучше чем я сейчас себя чувствую вот ну что еще могу могу не есть месяц совершенно спокойно без всяких последствий пробовал могу войти в холодную воду вот сейчас и ничего со мной не сделается не случится могу могу да много чем могу наверное не знаю просто на тестики то конкретно если хочешь услышать ответ задай вопрос а вы спрашиваете расплывчата а можете вы меня цель может так уничтожить могу может так и разбить могу карму призвать можем могу забирая все воздействия как говорит тарасик а прям все бросил и забрал сначала нужно найти эти воздействия тарасик тарасик у нас может все как этот человекчик как этот кадр как вы думаете сейчас сделать ну сейчас так элементарно ребята сахар пару килограммов найдется так так аптека нитроглицерин так от сердца так пару кусков трубопроводные трубы отлично ракетная установка готова можете считать кумулятивный заряд остывает любой танк который будет показывать поблизости я умею делать из сахара взрывчатку из водопроводных труб оболочки реактивных снарядов а уж посчитать кумулятивную массу и критические массы заряда это этот мой хлеб понимаете хлеб он же говорит что вроде не работал ни ни дня по специальности какой-то ракетное строение у него там какое-то было морское восстановить танк мне проще чем вы думаете у меня есть подручных материалов я сделаю все чтобы его установить понятно это входит просто в вашу профессию конечно конечно а скажите а какие-то вот способности которые может быть сверх того еще у вас есть может быть которых нету других людей непрофессиональных ну понимаете опять вопрос раскрытие какие-то возможности вот вы задали про танк вопрос я вам конкретно ответил что я могу его установить а когда говорят какие-то ну какие-то наверное есть но я не знаю какие я пишу стихи допустим так вот писал вернее когда-то у меня была несчастная любовь я писал стихи а сейчас но я не знаю что понимаете даже сейчас нет что-то напоминает вот ржака начинается где-то с семнадцати восемнадцати то есть невеста дракона дракон это эгрегор и это же программа короче бред я устал это ну самое интересное вот кто выполняет роль то этой программы вот в нашем в этом плане давай так какой у них план интересный ну посчитай на счет 3 тебе придет информация кто выполняет роль невесты дракона в этом нашем плане 1 без посчитать никак 1 2 3 вижу мону удивительно сколько раз моно была у нее и в куполе каком-то и в гробе хрустальном и ну просто фантазии то закончились а нужно кормить народ сказками поэтому идут переиначенные извращенные похеренные русские народные сказочки какие-то да так она тоже или как эта информация была в этом круге богов она тоже участвует в этом плане какой нахрен круг богов и это просто мандец нет так а какая ее роль в этом плане информации ну роль имеется ввиду функции что-то сделать рассказать там еще прочее роль это активность какая-то имеется ввиду они длительность но она кого-то хочет наколоть тех видимо своих зрителей поэтому переводит ответ в другую плоскость а временная сказать ничего не может надо соврать поэтому придумал какую-то фигню и сказал ну временная роль то есть фантазии то не работает уже даже фантазии не работает даже придумать ничего не может сказать что именно моно должна делать кроме того что якобы лежать но это из прошлого сеанса лежать в этом хрустальном гробике временное потереть надо понятно ну понял что немножко соврать не получится понятно говорит проглотил тарасик так я хочу знать я когда принял на себя роль этого хода предателя когда спалился тарасик спалился он принял на себя роль предатель я ни слова никак ни сном ни духом но он сам говорит что он предатель они это все не просто так они говорят в открытую кем они являются и вызывают одобрение людей оправдание им нужно оправдание он стал масоном то есть предатель рода человеческого говорит об этом как в прошлом ну якобы это было немножко он привирает что это было где-то какое-то прошлое воплощение якобы но получает максимальное одобрение от людей то есть люди одобряют вступление в масонство предательство человечества и так далее какие-то домашние хомячки не очень умные но не все же здесь тролли говорят что да мощный сеанс благодарю одобряю то есть одобряют разделяют карму тарасика за предательство человечества он сам говорит что он предал и все люди которые одобряют его разделяют его наказание а наказание будет вселенная накажет за предательство неважно с какими умыслами и помыслами он отказался от человечества отказался от законов нашей вселенной и начал воплощать враждебное и чуждое и он сам это говорит встроился в этот план подписывал контакт да подписывал читай сейчас информацию что это за момент сам говорит сам и признал и веку сейчас нафантазируют я вижу что там идет какое-то погребение какой-то ритуал погребения да ну да во вступлении в масонство есть ритуал отказа смерти как бы и отказа от жизни и погребения они в в гробиках лежат завещание пишут перед этим и так далее сейчас говорит про масонский ритуал по сути иносказательно описывая и получает одобрение всех тех хомячков которые это смотрят и эти хомячки в первую очередь по башке и получат именно те кто смотрит ян-тот сеанс вот как в сказке Пушкина наравний д-д-д-д-д гроб хрустальный так что это за ритуал погребения какой-то ритуал омертвения масонский опять а контракт прозвучал как прийти и уничтожить антимир это с твоей стороны ну немножко как с моей но это не контракт я вошел в рейта с другой целью и человечества еще не было я ничего никого не предал это мое решение было и там все было немножко иначе но они здесь вырывают из контекста и накладывают роли одного на другого и плюс еще получают одобрение это очень не очень хороший скажем так очень жесткий ритуал происходит в виде образов описание образов и люди которые смотрят не осознавая все это они получают по шапке чуть позже разделяя это они получают ответственность за все это сами сами начинают идти против вселенной разделяя вот эти вот ценности все что им сказали показали в этом сеансе так называемом ну немножко эти фекальки надо пораспирать сейчас я порассказываю а потом перейдем к сути это еще буквально минут 20 займет ну делаешь конечно же какой то колдовской ритуал какой ритуал я делаю читай информацию омертвить живую материю вот сам они сами спалились он сам сделал ритуал колдовской он сам омертвил материю а виноват кто я конечно виноват семикрыл восьмихвостый пиндер он же черномор чернокрыл и еще как то нам она его называла неважно этот ритуал происходит на физическом плане да какую именно материю омертвить где именно на физике он это делал логично давай грязные подробности с какой целью проводится этот ритуал запустить механизм опустения запустения опустения что-то связано с пустотой с омертвлением с омерзением какие-то омерзительные а что это за механизм омерзения омерзения с этой информацией вижу что связываешь как в узел такие черные энергии с такой стеклянной энергии то есть энергии всякие переплел тараса виноваты всегда у них будем мы мы с моной они сами спалились потому что они всякую херню творят а виноваты мы я просто не хочу это говно слушать надо перемотать на какой-то момент интересно я даже не знаю какой не пропускает энергии жизни капсулы на землю да не пропускает логично как резервация капсулы исцеление человечества исцеление вселенной ну что-то подтормаживает понял так ну хорошо тогда я сейчас своим текущим сознанием хочу этот контракт свой расторгнуть этот треклал который я делал отменить подожди подожди а какой же это контракт и подписал и схема это же нужно смотреть да считай информацию тоже сейчас наверное спалится в ангую момент подписания контракта кто другая сторона схема его подписал что-то я не могу пробиться так через что-то не может пробиться ну там такой фантазии просто не хватает и пробиться она не может уплотнение со стороны магии идет которая закрывает сейчас я оберну я запрещаю снимаю все интригу уж надо держать и заодно выиграть время на фантазию или на то чтобы вспомнить текст а Тарасик в это время тоже чешет носик потому что он знает текст примерно который им написали он бы рад и подсказать но понимает что соврать немножко придется и у него вызывает этот дискомфорт в общем по жестам у них все видно все очевидно и видно как они спалились палятся постоянно регулярно программы на снятие магии и колдовства в оконах нашей вселенной никто не имеет права скрывать истину но у них как-то это получается Викусь ты уж определись либо ты скрываешь либо ты правду говоришь почесывая нос снимается такое покрывало хорошо мы хотим узнать истину и там с правой стороны вот так от сектора интерферентов такой как столбик столбец Считай информацию что это за стол Оно выплетит по какой-то черной креста считывается столбец это карантинное правило можно пропустить как тюрьма вот эта вся планета и а это как устав сама ты в тюрьме это она очевидно про землю говорит мы на поле битвам я не в тюрьме и я сам выбрал этот путь да я сейчас такой же сокамерник как и все кролик на ферме но даже кролики могут сопротивляться и я это скоро объясню и покажу правила поведения вот кто эти правила этот устав придумал с читай информацию ну одним из них был ты вот ложные правила которые держат нас в тюрьме обуздывают скажем так не дают нам возможности развернуться придумал Тарасик ну потому что он уже в рои он масон он имеется ввиду какой то из первых масонов кто здесь немножко менял правила магии правила энергетики под рой под именно под тюрьму под условия тюрьмы под условия фермы он был не я чего ж она меня сотни сеансов мягко говоря кормичит хреначит проклинает и прочее Тарас оказывается во всем виноват он предатель он вошел в рой он обездвижен в материю и так далее и тому подобное вот они уже спалились в этом сеансе Тарас придумал эти тюремные правила а виноват Илья отличная логика теперь я хочу знать когда и в какой ситуации я подписал свой контракт по которому я стал предателем я вижу что со стороны магии приходит такой какой-то старец с длинной с длинной седой бородой и приносит тебе какое-то задание чтобы писать а ты писай опять завралась опять не может сдерживать эти потуги но уже даже глазки нужно протирать это мандец это я не знаю ничего не нужно знать про психологию логику реальную историю вообще вот так прятаться от всего какой-то безумов главцой надо быть чтобы слушать вот эти вот сеансы так называемые да переписываешь что-то считай информацию что я переписываю сейчас я говорю чтоб ты показал ты считываешься как какой-то монах так писарь или монах ты уж определись так переписываешь историю это звучит нацией какой именно нации истории я переписывал читаем информацию ты переписываешь библейскую историю то есть тарасик переписал библейскую историю то есть библия состоит из передо получается тарасик что ли библию написал ну переписал неважно то есть весь этот бред висит библейский проект все точек почему живем все эти жертвоприношения которые вложены в текст библии все это промывку мозгов все это зомбирование все это тарасик получается написал да а виноват илья им он еще да без вариантов сталин во всем виноват да безусловно может быть это и есть тот самый перенос кармы который которым опять же обвиняет нас векусе вот сказала что в библейском проекте то есть все это общество которое основано на идее жертвоприношения убийстве одного тот самый козел отпущения только в человеческом виде его убивают перевешивают на него всю карму вину и все остальное чтобы все остальные жили он один и умер и пострадал за все наши грехи мы можем делать все что угодно вот это вот идея жертвоприношения адренохрома и всего остального которые вывесили идеи на на все на одобрение всех и все люди верующие одобряют эту идею чтобы избранные реально перевешивали карму и вину жертвоприношение ритуально получается тарасик все это написал и тарасика все виноват ну а я тогда при чем векусь ты уж определись ты вот этот тур как-то разворачиваешь в противоположную сторону ну не только ты там их много было он стал одним из первородных которые третий тур уничтожили переначали развернули надо такое впечатление что вот те сеансы которые у меня есть в загашнике наши с моной и которые еще подлежат опубликованию им уже кое кто слил поскольку нас смотрят и они работают на опережение чтобы создать некую противоволну этих сеансов там ну это всего лишь мое предположение потому что истинную историю первого второго третьего тора мы как-нибудь расскажем и покажем мы сейчас живем в третьем торе уже заточенном под жертвоприношением там много вселенных но там уже изменены законы скажем так кармы физики чего угодно здесь допустимое жертвоприношение но об этом я расскажу чуть позже а пока мы смотрим вот это Тарасик сознался во всем практически так или иначе и получил одобрение тех кто смотрит он предатель он помогал врагам он заключал контракты он придуманную историю нам написал переначив все библейский проект а он изменил законы и кармы и всего остального и он сам все это сказал Викуся это сказал а он поддакивал и даже уточнял кое-что мандец мандец а виноват я безусловно больше некому так а с какой целью я это делаю если читаю информацию с какой целью переписывать историю библейскую? чтобы удержать считывается как антихриста в этих пределах в пределах земли? да, чтобы не дать ему уйти ускользнуть ничего не понял но ладно может быть у кого-то получится понять чтобы не дать ему сказать он должен прийти получается то есть он уже пришел интересно кто это так понятно ладно в какой момент я подписываю контракт читаю информацию и с кем? немножко еще я вас помучаю посмотрим еще с кем мы контракт заключим потом перейду к сути так я вижу что ты вот так как будто выберешь чтобы черный шар в рот а от этого шара идет такая подключка из сектора магии в сектор интерферента в секторе когда и с кем на основах судебной психологии мне когда-то еще говорили что когда человек врет он вместо сути рассказывает много-много деталей потому что детали то он может вспомнить притянуть он допустим что вы делали такого числа вы видели там как обвиняемые там подсудимые то это делают говорит да и нет я вот сидел на столе за столом на столе вот такой вот была скатерть реактор Bohm И сказал и прочее прочие детали притягивать что-то реальное что помнит куча деталей он не говорит что суть вот он сделал то то он там сидел я вот шел процесс он не описывает никогда он заваливает кучами детали типично то же самое Викуся Когда нужно придумать какую-то херню, когда задается точный вопрос, ну простейший, она начинает описывать кучу деталей, там что-то про коня, водопой и прочее. Хотя вопрос касался простого действия. Что и как произошло, она начинает описывать детали. Такое у Якуси постоянно. Со стороны магии я приказываю ему называть его имя, потому что он проявится. Тоже какой-то старец. Так, я приказываю ему проявиться в соответствии с его имя. Старец какой-то. Завралось. Многовато старцев приходит фантастических, придуманных. Появляется вот этот дух черномора. На большей фантазии не хватает. Я с ним подписываю контракт, читаю информацию. Ну, на физике. А кто же на физическом плане был? Прикажи ему проявиться, как он выглядел в то время, в том воплощении, на физическом плане. Ну, на физике как. Ну-ка, давай, давай, давай. Рожай, рожай, Вика, я в тебя верю. Давай. Раз, два, три. Че там тебе еще надо? Да, как бы соврать-то. Ничего не было. Какой-то человек. Ну, о. И у него правый глаз такой черный. Надо же. Пират. Да. Как столбик такой в глазу у него. Столбик? Почему у него? Да, да. Это столбик находится в глазу. Соври, соври еще давай. Это как имплант? Ориентир. На программу смерти. А вот на антимер. Все, я не могу это смотреть. Надо немножко перемотать. На пару минут хотя бы. Где у меня тут до конца почти? Ну вот. Насколько загрузилось. Интересно. Словеческое сознание к магическому Эгрегору. Путем создания каких-то двояких смыслов. Так, ну-ка, поподробнее. Двояких смыслов именно в этой книге, которая переписывается? Да. Ну, этот человек, он приносит такие свитки. Так много свитков. Считывается это все как исторические документы. То есть Тарасику приносят эти свитки, да? Да. Это из них потом, скажем так, Библия состоит написанной? Да. То есть из правдивой, получается, информации Библия написана, которую Тарасик, в том числе, он переписал, переврал. Ну-ка, ну-ка, интересно. Понятно. Так, считай скрытый смысл этого контракта, Вика, со стороны этих интерферентов. Какой? Переставить местами, перепутать, замести следы. И буквально я вижу какой-то камень, как надгробный камень. Но он не считывается как надгробный, а как какой-то памятный. Подделка. И там, на этом камне, высекается информация о Павелоне, о ее истории. Только как-то там искажены факты. Победитель становится рабом, раб победителем. Меняется сознание. А, понятно. Вот информационное поле Земли меняется. Люди начинают думать, называть истинной ложь. И оно как бы становится так. В информационном поле. А на Викусе, получается, это не действует. Я вот не понимаю логику. Тарасик все это изменил, переврал. Из естественных свитков исказил. Назвал победителя побежденным. Ну, соответственно, да, невиновного виноватым. И эту ювелескую концепцию придумал. Ну, будучи предателем, естественно. Все для нашего блага, естественно. Сейчас даже укалывают эвтаназии для нашего блага. Некоторых, наверное. Хотя не о том сеанс. И вот не понимаю. Викусь, давай проясняй ситуацию. Быстренько, надоел уже. Считывается, как сказать правду. Угу. Ясно. А правда, это как и есть вот эта, как символическая мертвая царица. Или принцесса. Угу. То есть, правда это Моно. И она спит. Но сейчас-то она почему-то говорит. То есть, получается, что Моно это правда. Все, что говорит Моно на сеансе, это правда. Тогда то, что ты говоришь, Вик, это что? Бздешь полнейший. Я-то знаю, что это так. Ну, вот по логике. Викусь, ты завралась. Мне кажется, окончательно. Он ее как бы в заложники взял, эту истину. И держит ее как спящая или мертвая. Угу. Понятно. Ладно, Вика, вот этой ситуации отсоединись. Сейчас я хочу этот контракт, подписанный с этим Черномором, с Ильей. Хочу его расстроить. Который раз? Тарасик. Который раз ты со мной в контрактике. Либо ты контрактики как-то херово расторгаешь. Либо их просто нет. Либо какой-то третий вариант. Либо одно из трех, как в анекдоте. Либо то, либо другое, либо одно из трех. Кино и немцы, нахрен. Освободите эту истину. Я вижу, что сейчас это выглядит, как будто ты сидишь в каком-то пространстве возле костра. Ты сжигаешь рукописи. Но рукописи-то были истинные. Подожди. Рукописи-то ему приносили истинные про историю. А теперь он отменил, и он делает действие в отмену этой лжи, это выскажение. Но рукописи истинные он стирает. Где логика? И такой черный дым пошел. Такой черный дым. И он так закрутился, не к небу пошел. Так поднимается вверх. Этот источник костра от интерферента. Он посредине. Он сидит возле костра, который получается от интерферентов. Получается, Тарасик и сам интерферент. Ух. Че-то завралась, Викуси. Ой, завралась. Когда человек видит реальную, опять же, азы мне на втором курсе преподавали. Когда человек знает ситуацию, как было, он без проблем второй, третий, пятый раз расскажешь. Почему несколько раз на допросы ты вызывали когда-то ищешь. Сейчас можешь быть и вызывать. Картина не меняется. А вот когда человек придумал, он второй раз так же не соврет. Тоже азы некоторые. И вот она, когда второй раз об этой ситуации в рамках даже одного сеанса рассказывает, ситуация бывает кардинально противоположная. Проще говоря, завралась, Викуси. Завралась. Просто бздёшь на бздеже, если не сказать грубее. Есть слово на п. Связан с сектором магии. А дым от острова так пошёл, и в сектор интерфередов. Он такой колючий. А что это за дым? Как дым может быть колючим, а? Считывается как дым разоблачений. Вот эта слава о истине, о истинном положении дел достигает этот антимир, и оно болит им. Им больно на это смотреть. То есть всем тем, кто сейчас продвигает закабаление человечества, вот эти вот уколы, вот эту цифровизацию, Шваб, Греф, у нас там Мишустин, Королевский, все это гвардии и прочее в Англии, в Австралии фашизм полный и прочее. Их прям корёжит исключительно из-за того, что Тарасик что-то там сжёг. Нет, ну весело, конечно, весело. Просто вот тут что-то мне напоминает. Тут как, понимаете, Катюша, она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вам, я атакующий лидер, в общем-то. То есть она сделала то, что в области кораблестроения сделать считается невозможным, в области создания атаки. Вот понимаете, наши всегда пытались сделать, всегда кораблестроители всех стран пытались сделать лидер атаки. Лидер атаки, понимаете? Вот такой же бред несёт Тарасик с Викусей. Тарасик этому всему поддакивает. Вот есть логика в словах этого человека или нет? Вот примерно так же я смотрю на вот эти вот сеансы. Вот абсолютно как этот доктор. Немножко охреневая. Она ещё и на скрипке играет. Понимаете? Так вот, лидера атаки создать считается невозможным. Если его создать, значит он должен всю жизнь быть в атаке. И поэтому всегда делали эсминцы. На 38 узлов там приличный эсминец, хороший эсминец, он выполнял свою роль. Так вот, она выйдя один раз на берег... Что такое лидер атаки? Что такое эсминец? На 38 узлов, а на 40 узлов есть эсминец? Это скорость. Это вот логика Викуси. Она связывает длинное с гладким. Светлое с тяжёлым. Вот один в один. Море выходило на берег Катюша. И сыграло песню на скрипке. А я как раз сидел рядом. И этот момент произошло в создании критической массы атаки. После чего перешёл уже переход в области создания ракетно-ударных атак. И вот... Вот это вот, всё, что я слушаю, это какая-то выходила на берег Катюша для создания критической массы. И прорыва лидера атаки. Тарасик у нас какой-то лидер атаки. Он всё может, но расторгает все контракты. Это мандец какой-то. И снова вот это проявляется. Замолчи! Ну, понятно. Расторгай контракт. Расторгай контракт, освобождаю всю эту истину. И снова проявляется это замолчи. Поскольку у меня нет такого же диагноза, как у Викуси. Ну, я искренне надеюсь. Хотя странно виднее. Мне как-то очень тяжело смотреть на это всё. Просто не могу. Но судя по количеству просмотров, которые можно на «ты», конечно, делить, есть какое-то количество людей с таким же диагнозом. Всего им хорошего, искренне. Вижу, как ты, вот эти рукописи, которые были вот так вот, как будто бы нанизаны, как шашлыки в нашем парах. Вот. Вот такие чёрные энергии, а сверху вот эти такие сияющие свитки. Рукописи, как шашлыки нанизаны, чёрные энергии и сверху свитки. Так, свитки или рукописи, ну, в виде рукописи, но как они тогда были нанизаны и где сверху? Это просто полный лидер атаки. Ну, абсолютно. Я вижу, что ты вот так как-то раздваиваешь. И эти программы, этих свитков, потому что эти свитки принёс вот этот человек, черномор. И ты вот магию вот эту чёрную в одну сторону, эти чёрные энергии, а вот эти квантовые программы в другую. И когда ты это сделал... Так, где эти квантовые программы? Я что-то упустил. Всё, я не могу это смотреть. Какие квантовые программы? Надо куда-то подальше пойти, видимо. Так. Так, подвисает. Ну-ка, давай. Запрещаю ему приписывать мне несуществующие ситуации, интернации, воплощение, всё такое. Приказываю убрать все воздействия и последствия призываю на него карму. Ну-ка, ну-ка. Кому? Ну, подозреваю, что мне. Он запрещает. Ну-ка, ну-ка, вперёд. Тариморца перебрасывает свою кармическую ответственность уже на самого человека. Понятно. Понятно. Ладно. Я, Илья, приказываю убрать это воздействие от меня, от моего города. Точно. Я запрещаю ему приписывать мне несуществующие ситуации, интернации, воплощение, всё такое. Приказываю убрать все воздействия и последствия призываю на него карму. То есть это я сейчас всё вот это вот приписывал ему? То есть вот это всё предательство, то, что увидел Викуся, это всё я приписал или как? Уточните, пожалуйста, уточните. Вижу тяне такие красные нити. Передавая информацию всем этим людям, которые слушают его и посылают его же этих колдовских помощников, пусть каждый получит карму в меру его ответственности. Потому что человек пока не получит по башке, так к нему не дойдёт, чем он занимается. Это точно. Всё, призываю карму. Отправляю Илью с его всеми этими воздействиями. Обязательно. Обязательно, конечно. Вот, и я вижу, как ты буквально как пулемёт. Эти шарики по всем этим. То есть шарики это имеется в виду квантовой программки? Получается Тарасик сейчас их как пулемёт стреляет ими. А я тогда при чём? Опять что-то не так. Опять лидер атаки. Соратником. Всё, поднимаешься вверх. А они пусть карму свою же получают. Да. Ну, кто что получит, это, мне кажется, не тебе, Викусе, судить. Ибо карма это не старуха с крюкой, которая выбила все стёкла. Это определённые действия и последствия за них. Если они не сделали, то... А если сделали хорошее, значит хорошее получит. Викусе, не тебе судить, кто что получит. Честное слово. Убегай все причины, крючки и зацепки этого своего кашля. Подавай виновника. Все причины кашля, боли в животе. Всё, всё убираю из своего личного пространства. Отдаю виновникам. Призываю карму. О, сейчас я вижу такая аллергия, как молотком по голове. Этого и её там... Да, что, что, ужас. Ты знаешь, хоть гидравлическим прессом, хоть в чём там, в кислоте. Когда меня нет, ты можешь, как в анекдоте, можешь меня даже бить. Энергия молотком, это, конечно, круто. Где у энергии молоток, это, конечно, вопрос. Магия, заталкивай его всего в портал, на полное уничтожение весь его эдрэдер. Всё, портал потом закрываю и поднимаемся вверх. Поднимаешься вверх, вот сюда, какую-то штуку чёрную достаёшь. Так, что это за штука? Какой-то центр тяжести. Что это за центр тяжести? Центр... Это геометрическое понятие, даже центр тяжести, точка росы и прочее. Это место. Как это место может быть штукой? Ну... Просто лидер атаки какой-то очередной. Всё читай. Какой-то центр тяжести, Тор. Ограничитель Тора. Я вижу, как эта чёрная энергия падает вниз, выворачивается наизнанку. Очищается Тор. Очищай свой личный Тор и Тор нашей Вселенной от этих ограничителей, утяжелителей. Перевёрт. Тарасик, да, очистится твой Тор по самой неболосе. По самый центр тяжести. Слыши. Да, все блокировки выбираю, пусть он работает правильно, так он должен работать изначально. До всех этих изменений. Ага. Видишь, как это... Он вот так вот затягивает, вот эта любая магия, она разворачивает Тор в противоположную сторону. Ага. Отсекай все утяжелители, ограничители, восстанавливай работу всех энергоструктур в своих правильном режиме, восстанавливай свою эфирное божественное ДНК. Ага. Это всё понятно. Всячески вернут тебе всяческое ДНК. У меня ощущение, что где-то я что-то упустил в этом сеансе ещё было, когда я смотрел. Сейчас попробую найти. Или всё в порядке? Во. Можно ещё посмотреть. Это тяжело. Это тяжело. Прямо горло считывается. Слышу прямо, я уже слышала это слово. Кадык. Естественно, ты слышала слово. Я приказываю тому, кто находится в секторе магии, кто тянет хозяину, это подключить появится. О, Илья там появляется. Кто бы сомневался. Я вижу, что это связано вот с этим мундирчиком, но этот мундирчик имеет отношение уже не к Николаю Второму, а к, ну, прям звучит, к Илье и к Сталину. Удивительно. Я вижу, что он в грантчике в этом. Он делает какое-то типа расследование. Ну, в общем-то, немножко ещё вашего внимания, соратники, и заканчиваем с этим. Вот буквально пять минут. Обещаюсь. Сейчас Викусию бред послушаем и расскажу. Сделать. Сама позволила, чтобы он зашёл в её память и написал ей новую историю. А он тебе так не может сделать, потому что ты не разрешаешь, но он делает это другим путём. Он создаёт общественное мнение, так называемое. Это как? Это я создаю общественное мнение? Я когда-то о Тарасике что-то говорил, по-моему, они сами начали меня обсирать. И то о Тарасике вообще я не слово только в прошлом сеансе, а вот это вот 582 было до того, как я даже про Тараса и Анну начал говорить. Но дело не в этом. Логика. Хрен с ней. Дело немножко в другом. Тут говорит, что он не позволяет мне какие-то ему ложные воспоминания. Есть один сеанс, где они оба говорят, что я их заполдовал. Противоречие, однако. Противоречие. Раньше, получается, все те сеансы, где они якобы вместе со мной, сначала как бы они за мной, потом вместе, а потом я просто за ними, а потом вообще и они сами по себе с маткой. у них там якобы были сеансы битвы, а потом я уже плохим стал. Круто. Получается, вот те все сеансы, это ложные были воспоминания, когда они якобы боролись с ролью. Бред. Ну, сейчас самое интересное впереди. Чтобы пробить броню и заставить поверить другим, а потом я тебя, что это так и было. Но мы же его канал не смотрим. Это он наш канал смотрит. Если, вот сейчас тоже самое интересное началось, если они не смотрят канал Цельнозор, то откуда они знают, что я делаю? Как я, какое мнение создаю от Арасики-то? К его несчастью. И что интересно, он заставляет смотреть наши каналы своих соратников. А это... Вот сейчас интересненькая фраза. 49.33. Сейчас давай послушаем полностью ее, а потом вернемся и я поразбираю. Это стоит того, чтобы поразбирать. очень плохо для них. Потому что, когда человек получает информацию где истина, где ложь и выбирает ложь, то таким образом сам человек становится виновным. И таким образом ответственность из себя он за решение снимает. И таким образом перебрасывает свою кармическую ответственность уже на самого человека. понятно. 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 Ладно. Я, Илья, приказываю убрать этого издействия. Меня еще непонятно. Послушаем еще раз. Чтобы пробить броню и заставить поверить. А потом я тебя, что это так и было. Но уже его канал не смотрят. Вот это предел манипуляции. Это на уровне логики вот если кто-то учебник логики читал, там есть вот такие примеры, типа все все елки имеют иголки. Ёжик имеет иголки. Ёжик елка. Или ну это называется ложная посылка. Хотя там нету ложных посылок. отсутствующая посылка. Или например все рыбы живут в воде тит живет в воде кит-рыба. Да, кит-то не рыба, а млекопитающие. Это разные вещи. И ёлка. Ёжик тоже животное. Тоже млекопитающее. Вот так вот немножко не досказывая и манипулируя вниманием. Поскольку все знают, что дважды два четыре и трижды три девять. Все же знают, что четыре и десять будет пятнадцать. Вот примерно вот такая логика. Просто говоря, как недоказанное утверждение, которое является базовым, последующие выводы еще какую-то логику имеют. Но вот вкрадывается ложное утверждение, например, все знают, что дважды два пять, а три четыре десять, то десять и пять пятнадцать, а два на пятнадцать будет тридцать. То есть вот это вот недоказанное за аксиом уж какое-то утверждение высказывается, принимается, а потом все дальнейшие выводы ложные. Вот те, кто азы логики изучал, почитал учебник логики, который, например, сталинский учебник логики, он в школах еще преподавалась психология, логика, астрономия. Потом не зря вот эти науки убрали, чтобы сейчас воспитать поколение плосковеров, полностью забывших, что есть мужское, а что женское, поскольку у Сталина было раздельное обучение в качестве эксперимента, но было и плюс были учебники логики и психологии, чтобы каждый понимал, как им могут манипулировать хотя бы на азах. Именно поэтому, наверное, Викусе Сталина так чехвостит. Ну вот, посмотрим, давай разберем ее манипуляции. Это просто шедеврально. Вот именно так она промывает мозги. 12 лет в секте, в христианской секте, ее этому учили, как и всех пасторов, промывать мозги и добавлять на уровень энергетики, запечатывать церковным эгрегором, что она делает. Вот, послушаем еще раз. Ну да. Он наш канал смотрит, к его несчастью. Ну, не тебе решать, к счастью, либо не к счастью, смотрю, но она уже индуцирует какое-то мнение, то есть, она как бы за меня и за других как печать ставит и придает вес и значение. Ярлык навешивает, к счастью это, либо не к счастью. Уже. Но это говорит о том, что ей это не все равно и она не очень комфортно себя чувствует. Вот она же заерзала и так далее. Но дело не в этом. Дальше. Вообще пик манипуляции. Вот именно так. Это классика наупешного зомбирования. Она очень хорошо знает о наупе. Она знает, как манипулировать эмоциями, черномагичить и так далее. И вот сейчас просто на уровне психологии идет жесткое зомбирование. Жесткое. Это стоит того, чтобы разобрать по фразам. И что интересно, заставляет смотреть наши каналы своих соратников. А это... Я заставляю кого-то смотреть. Уже чушь. Как я могу заставить кого-то? Да, я предлагал. Она немножко привирает, но лишь немножко. Я говорю, да, стоит посмотреть, потому что там полная чушь. И так далее. это в предыдущих разборах было. Знаю, я рекомендовал, чтобы именно посмотреть, как манипулируют. И сейчас конкретный, четкий пример того, как она манипулирует. Вот, она снова подменяет понятие, немножко привирает. Я заставляю кого-то смотреть. Ну, как я могу кого-то заставить что-то делать? Тем более из-за зрителей канала Цельнозор. Вот, вот, манипуляшка в чистом виде. И это стоит разобрать по фразам. По фразам. Очень плохо для них. Потому что когда человек получит... И она тут же уже опять же ярлык навешала, что те из соратников, кто посмотрит ее сеанс, это плохо будет для них. Ну, я бы сказал, что для любого человека плохо смотреть канал Антиментал. потому что там промывка мозгов, полное вырубание мозгов, засеивание говном всяким, индуцирование ложных понятий, ложных причинно-следственных связей. Если сильно не фильтровать это говно, мозг поплывет. Крыша реально поедет. Но самое интересное, как она разбирает. Она говорит, что это я заставляю... Вот причина-следственная связь. Я заставляю кого-то смотреть ее канал. Она этого боится, поэтому она говорит, что я как бы причина. Я заставляю других, то есть подавляю ее волю, их волю, смотреть канал. И это плохо для них, то есть она навешивает на них карму за то, что смотрит. Негатив пришивает тем, кто из здравомыслящих людей, я бы сказал, смотрит ее канал и говорит, что это плохо для них. Но самое интересное, как она это все, в какую обертку лживую, абсолютно яркую оборачивает, какую мотивировку подводит. Почему? То есть она за них решила, что это плохо и за них решила, что они выбирают якобы ложь. вот она. Это и то есть тот самый перенос кармы, перевешивает карму. Смотрим, как она конкретно это делает. То есть она берет внимание других людей и магическое действие накладывает это на другое. Ну, как любое, любой ритуал. Это одно событие, процесс, явление на другое. Параллельники своей воли как кукла Вуду. некое действие куколка, на нее свойства определенные и с ней происходит некий процесс. Здесь она делает то же самое. Она берет соратников, которые смотрят, на них накладывает негатив, вину и ими как бы движет, за них принимает решение. Это мандес, просто это черная магия, которую она делает со всеми. Она всем промывает мозги и всех в это говно черномагическое окунает. Смотрим еще раз, это достоит того. ...информацию, где истина, а где ложь и выбирает ложь, то таким образом сам человек становится виновным и таким образом ответственность из себя он за решение снимает и таким образом перебрасывает свою кармическую ответственность уже на самого человека. Понятно. Понятно. Это как? ...на где ложь и выбирает ложь, то таким образом это так и было. Но уже его канал не смотрим. Это он наш канал смотрит. К его несчастью. Что, я прям такой несчастный, что вот смотрю канал только из-за этого, да? По-моему, наоборот. разбираем дальше, дальше. И что интересно, он заставляет смотреть наши каналы своих соратников, а это очень плохо для них. Позволь, Викуся, вселенной решать, либо самим людям, что для них плохо. Не тебе решать. Абсолютно не тебе. говоря твоим языком, я запрещаю тебе что-то решать за других людей. Ты никто и звать никак. И сейчас я призову карму после этого разбора на тебя. За такие жесткие, противные, чернушные, говенные манипуляции. За такое да придет тебе карма. И сейчас мы этим займемся. Чуть позже. потому что когда человек получает информацию где истина, где ложь и выбирает ложь, то таким образом сам человек становится виновным и таким образом ответственность из себя он за решение снимает. еще раз. Если человек имея выбор и зная и нефигу так закрывать рот, Тарасик. Это тоже о чем-то говорит. Аж сам ужаснулся от того, что делают. И у нее все зачесалось. Так вот, если человек имея выбор истины и ложь выбирает ложь, это его выбор. Но сейчас ты векуся навязываешь ложный выбор. Вот как она подло действует. Я заставляю людей, это для них плохо. Вот чем на магический ритуал. Потому что у них есть выбор. Да, у них есть выбор, но это не связано с твоим каналом и не связано с тем, что я заставляю. Но она об этом умалчивает. Вот она. То есть там посылки некоторые, между ними есть как все рыбы живут в воде, кит живет в воде, но между ними есть пространство, а она делает паузу. Вот в пространстве идет другая информация, которую она не говорит. Она не говорит, допустим, условно, на примере, что кит, хоть и живет в воде, является плекопитающим. Не только рыбы живут в воде, но еще моллюски и так далее. там бесхордовый и прочих хордовый, неважно, там куча всяких других, земноводные живут в воде, они так называются, земноводные лягушки и так далее, змеи, рептилии и так далее. Она не договаривает очень много, но выстраивает вот эти вычленные, вырванные из контекста фразы, как в единую цепочку. После значит следствие в ее мозгах, вот как она говорит. То есть я заставляю за меня, она сейчас берет меня и черномагическое действие, я заставляю, она мне приписывает это свойство, которого нет. Она зрителям этого канала приписывает те свойства, которых нет. Они выбирают, то есть она за людей сделала выбор. Это черная чернушная магия. Она тех из соратников, из здравомыслящих людей, которые смотрят ее канал, заставляет выбирать ложь. Потому что когда человек имея выбор выбирает слово, ну да, ну как это связано со мной-то, но она вот эту причину, следственную связь, цепочку выстраивает, якобы логическую, но только в ее мозгу эта логика. Ну так и работает магия, там логики практически нет. там одно накладывается на другое, вот она на меня наложила выбор левых людей и вот такой черной магией она занимается каждый сеанс со мной. И мне кажется, это привлечет, должно привлечь карму. То есть я якобы что-то делаю, я причина ложного выбора людей и каким-то образом это освобождает меня от кармы. То есть она навлекает на меня ложную карму таким образом. Все четко. Вот я заставляю, люди выбирают, сначала она вместо меня что-то сделала магически немножко, притянув, это почти правда. То есть я рекомендовал, говорю, посмотрите, это же бред полный. Она говорит, что я заставляю. Люди, когда смотрят, делают неправильный выбор, на них ложится ответственность, да, ложится ответственность за всех, но не только на всех, на тех, кто смотрит из соратников, все, кто смотрит ее канал. Да. Она что-то так сказала, и это плохо для них, для тех, кто смотрит ее канал. Почти все правда. только вырвано из контекста, и она складывает эту почти правду так, чтобы сделать меня виноват. Черная магия в чистом виде. Это ужас какой-то просто. И таким образом перебрасывает свою кармическую ответственность уже на самого человека. каким образом я свою кармическую ответственность могу перевесить на человека, если я наоборот разбираю, как человеком манипулировать в роликах, в фильмах и в таких вот говносеансах с промывкой мозгов. Но она вот так делает. Я заставляю, и я скидываю якобы от себя какую-то какую-то ответственность, какую-то кармическую ответственность. Вот, по-моему, такое и есть самое большое преступление кармическое, скажем так. Вот она сейчас перекидывает ответственность на меня, неся абсолютную чушь, но это абсолютная чушь заметно и понимаемо только когда останавливаешь вот так по фразам и делаешь логические анализы, разбор. Я думаю, что это уже всем очевидно. Угу. Понятно. Понятно. Ладно. Я, Илье, приказываю убрать это воздействие от меня, от моего горла. Я запрещаю ему при... И это мне опять кое-что напоминает вот из этой серии. То есть, понимаете, как ведет вперед Россия, как шла вперед Россия всегда. Впереди шел лидер. Или это был Петр Первый, или это был Потемкин, как у Катерины Второй, или кто-то еще, что нашел лидер. Обязательно впереди шел лидер атаки. Вот. И вот различная схема атакующих лидеров, то есть, создание атакующих лидеров, это была путь России. То есть, Россия шла вперед не сама, ее ввели лидеры. Или Петр Первый. Ну, какая роль здесь вашей Катюшины во всей... Создание лидера. То есть, я в данном случае это лидер. Вот все, что говорит Викуся, казалось бы, вот такой бред. Такой же. Вот никакой связи абсолютно. Но то, что делает Викуся, это намного хуже, чем такой бред величия и маниакальный синдром. Это не просто бред. То, что вот, казалось бы, один в один бред. Но отличия видны. Лидер атаки. Ага. А она императрица, как положено. Она сейчас императрица или будет? Будет императрица. Ну, сейчас, вот, священную пугайзю. В каком же государстве? В российском. Российской империи. Которая будет от Балтики и до Средней Азии. И порт... И вот тоже такие же потрясающие познания географии у него, как у Викуся. Но мне кажется, что Викуся намного продуманнее. чем этот дебил. И это только кажется шизофреническим каким-то бредом. Параноидальным. Все серьезнее. Она пытается... Не, не пытается, а делает черномагический ритуал, используя образы. Выключая сознание вот этим вот алогичным, нелогичным бредом с кучей-кучей символов, как в фильме наших замыслов. Замысловцы, замечательная ложе белгородской. Куча-куча символов, выключается сознание от этого объема информации, символы правят миром. И после этого идет зомбирование. Вот четко идет минут пятьдесят абсолютного бреда. И вот здесь все ради одного маленького эпизода. Как в замыслие это в конце пендерин, тут почти в конце причинно-следственная связь. И так в каждом сеансе. Опять я что-то делаю и я в этом виноват. Черные мои, все кто, вот внимание, все кто смотрит, берется и проводится по этим нелогичным связям. Иногда логичным, иногда нелогичным, неважно. Но в итоге первая посылка может быть верной, вторая верной, третья ложная посылка идет чуть-чуть натянутая, либо две чуть-чуть натянутые. И вывод абсолютно противоположный, но в их сознании вот таких, кто смотрит Викусю, все абсолютно логично. Я просто мировое зло. Хотя Тарасик сам признался, что он, грубо говоря, пидорас, в смысле не сексуальная ориентация, а предатель и прочие буквы на П. Что он подмешал все, он вошел в рой стал менять правила, менять коны, менять углы Тора и так далее, законы кармы и так далее. Что он этот морок на людей напустил, этот купол создал, историю переписал и так далее. Но виноват все равно я в их логике. И мне кажется, с этим что-то надо делать. И мне кажется, что уже пора на них призвать карму. Они вот так долго-долго призывали какие-то непонятные силы кармы, а я еще как бы живой, не испепелен, не кучка пепла. Мне кажется, что-то не так делают. Мне кажется, для того, чтобы призывать карму, грубо говоря, полить кого-то водой, нужно самому стать проводником этой воды. Какую-то энергию, чтобы на кого-то призвать, она же из ниоткуда не придет, телефон на телефон и чук-чук кушать хочет. Мало того, чтобы сказать, нет, мало сказать, нужно еще это сделать, а сделать через ощущение, через себя. Хочешь сделать, что-то хорошо, сделай сам. И мне кажется, нужно самому пропустить через себя эту карму. Чтобы призвать на меня карму, нужно самому ее испытать, ее колеса, скажем так. И мне кажется, что Тарасик с Викой этого не понимают. Давайте все поможем им испытать на себе законы кармы. Мне кажется, они не пропустили карму через себя, поэтому она и не приходит. Они не являются тем сосудом, проводником, руслом, по которому карма идет. Так давайте все вместе пожелаем, сделаем так, чтобы карма к ним пришла. И в конце закрепим это всем ложным эгрегором библейским, которые она так любит в конце каждого сеанса приплетать и как припечатывать весь черномагический сеанс, ритуал, который она провела во время сеанса. А это так. Я сейчас покажу это. Вот тоже интересная фраза, и она сама подтвердила, все будет по ее воле. По ее воле я хочу, чтобы карма пришла ко мне, но через них, и вот почему. Их колдовских помощников, пусть каждый получит карму в меру его ответственности. И ты тоже. Потому что человек пока не получит по башке, так к нему не дает, чем он занимается. К тебе это тоже касается, к Тарасику. Однозначно. Да, будет так. Призываю карму, отправляю Илью с его всеми этими воздействиями в портном уничтожении. И Тарасика тут даже, ну не тебе решать, куда я его посылал. Я вижу, как ты буквально как пулемет с этой шарой. А вот сейчас все-таки поищем закрепление всего, что она наделала, ее ритуала библейским эгрегором, без которого она не может, потому что она его пиарит. В секте 12 лет, говорю, сейчас с иудеем и постоянно пиарит ложную историю, всяких там, всякие крещения Руси, заключения мира и так далее, храмы Соломона, всякие там у нее Моисеи и прочее и тому подобное. Везде без этого она не может, всякие гончары и прочие отсылки к Библии постоянно в каждом сеансе, несмотря на то, что она знает, что Библия придумана с нуля. Как я как это, как будто бы снимаешь как-то микрофотчик себя, как в студии, знаешь, у которых берут интервью. Так, а что это за микрофотчик? Читайте, это ложная домиссия, черная. Ты выходишь в свет, а это снимаешь, и говоришь, выполнил. хорошо. Убираю все вот так вот просто взял и снял с себя все говно, которое натворил. Вот так раз и вернул девственность, что ли, я вот не понимаю этого. А вот сейчас самое интересное, посмотрим. последствия этой черной миссии своего личного пространства из нашего общего. Ну, видишь, как оно работает, к сожалению, или к счастью, что, чтобы это все развалить, мы должны это все пропустить через себя. пропустить через поводу, это там не работает. Не работает. То есть, все через себя. Ну, никаких сожалений. Да. Такой план, все нормально. Все. Очищай все в твоем личном пространстве, наполняйся радостью, здоровьем, личной жизни, гармонии, счастья, достатка. Говоришь, амплитуда завершена. Вот так вот отодвигаешь, все. Какая нахера амплитуда? А, говоришь, миссия завершена. Амплитуда каких-то колебаний. Ты говоришь, выравнивается. А что это за колебания сейчас информации? Ну, сейчас они такие ровные, красивые. А раньше это были такие вот волны туда-сюда, туда-сюда. И вот опять вранье. Прямой вопрос, что за колебания? И пошли детали. Те самые, когда человек врет, он куча деталей. Ровные, красивые, с загогулинками. Потому что завралась викуся, но об этом чуть позже. Сейчас мы до Библии дойдем, и я сделаю вывод о завершении всего этого. затянувшегося почти двухчасового разбора. Считывается, в Библии, как записано, затрясусь всеми народами и соберу со всех народов мое серебро и мое золото. Нет, мои бриллианты и мое золото. Вот оно. Драгоценности всех народов. И когда вот эти слова звучат, то вот эта амплитуда выравнивается. да, амплитуда выравнивается замечательно, то есть подведем краткий итог ему, что было. Она сама сказала, что чтобы что-то сработало, нужно пропустить через себя. Так что давайте уже правильно призовем карму. Потому что карма это не то, что в чьей-то фантазии происходит, это реальное воздействие на последствия награды, скажем так, за то, что человек натворил. Это не посылание в портал на аннигиляцию, что такое портал, что такое аннигиляция, вообще никто не знает. Это определенные последствия. Судя по тому, что происходит с Тарасиком, а поскольку через мужчину приходит карма к женщине, грубо говоря, если женщина себя условно плохо ведет, ну, мы берем нейтральную ситуацию. Женщина условно это аккумулятор, а мужчина это моторчик. Если она считает, что она может что-то действовать в обход воли мужика, она получает карму, но карма приходит на его мужика. Грубо говоря, у него могут быть переломы и так далее. То есть карма за действие Викуси в данном случае прилетает на Тарасика. Судя по тому, что Тарасик куда-то пропал, карма так его прилетела. И поскольку я мысленно карму призвал, скажем так, чуть раньше, когда вот этот сеанс был, это было у нас не 28-го, чуть раньше. Вот. И с того момента он пропал. То есть мое призывание немножко сработало. А почему оно сработало? Потому что все по их воле. Они сказали, что все должно пройти через них по воле человека. Сама сказала, что к счастью либо не к счастью. Но это не может как-то карма прийти в обход через другого. Она должна через нее пройти. Карма пошла перемалывать их. хорошее, плохое, неважно. Это не мистическая аннигиляция, это определенные болезни, это определенная изоляция, потому что люди чувствуют говно и избегают общения и обращения и так далее. Либо наоборот. Поскольку она называет черное-белым, условно, зеленый свет светофора, красным, и люди начинают идти на красный свет светофора, их, как вот с Татьяной и у Евгения абсолютно мозги вырубаются. Тот, кто отказывается от логики, от аналитики, смотря такие сеансы, поскольку с логикой их смотреть невозможно, люди отказываются от анализирования того, что происходит. То есть выбирают слепо верить и тупо следовать советам Викуси идут против вселенной, против Сталина, получается, за Гитлера. Они идут против логики, они идут, грубо говоря, на красный свет и их сбивают машины разной поздно. Это болезни, это несчастье, это потери денег, это один тот чувак говорил, что он там на вертолете разбился, потому что он против Трампа пошел и против Сталина. Ну, неважно. В общем, суть есть такой сеанс, можно посмотреть все это, говно раскопать. Опять же, меня Викуся обвинит, что я заставляю кого-то смотреть. Нет, хватит, даже не рекомендую смотреть это какашку. Достаточно того, что я уже показал. Так вот, пусть все это по ее воле придет через нее, вот через Тарасика это уже пришло и пусть к ней это придет. Это накрыло уже эту Татьяну, у которой все там повзрывалось на огороде, все пересохло и взорвался там баллон какой-то и в ванной, и кухня сгорела и так далее. Я это показывал в предыдущем разборе. Это на саму Викуся уже сказывается, вон, внешность и все прочее. И отсутствие клиентов, потому что у логически мыслящих людей денег, деньги есть, а у тех, кто ее смотрит, как правило, немного. Было пару клиенток у Моны, до толка, она еще принимала клиенток после Виктории. Он говорит, ну, я, говорит, скажите мне, когда я возьму кредит, чтобы заплатить, хотя я еще и предыдущий клиент, кредит не не выплатила, которая брала, для того, чтобы пройти сеанс у Вики. Но это маразм. На заемные деньги вообще нельзя. Ничего практически делать. ладно, я отвлекся. Так вот, давайте поможем карме дойти до меня. Вот они хотят, чтобы карма дошла до меня, и они согласились, что карма должна прийти через них. Так пусть она придет к ним сначала, чтобы дойти до меня. Давайте все вместе призовем карму на Тарасика и Викусю вместе с этой губ-компанией, и чтобы карма дошла через них. за индуцирование, за подмену понятий, за внедрение ложных идей, за то, что оклеветало меня и Мону, в основном Мону, за то, что она отреклась от сестры, за то, что она призывала не карму, а различные нехорошие вещи и проклятие, за то, что она манипулирует понятиями и логика и вот эти ложные выстраивания, это плохо для них и так далее. Жесткая, откровенная манипуляция. За все эти манипуляции, за испорченные судьбы, за то, что люди отказываются от своей божественной сути и от Богом данной, например, шишковидной железы, которую называют Аттенны, за то, что люди отказываются от своих родов и поддержки родов, от материнских программ, там говорят проклятие и так далее. Все, что вот в предыдущих сеансах есть, за все это пусть наконец-таки придет карма ей и начнется с кармы, которая идет мне. Она якобы мою карму призывает ко мне, но она призналась, что она должна прийти через нее. Так пусть все кармы придут, и моя, и ее, и того парня, всех, кто смотрит за все ее влияние в жизни других людей. Она людей направила не так. Да воздастся ей, ибо в Библии сказано, судите по плодам их. И в Библии сказано, что гнев не замедлит, что наказание нечистило огонь и червь. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Да пусть она же любит, любимый первотворцом, пусть он ее накажет. Ибо если она потерпит наказание, Бог поступит с ними, как с ценами. Ибо пусть они познают, что кто, чем, кто согрешает, а она лужью и индуцированием кармы, враньем и манипуляциями грешит. Вот тем она пусть и будет наказана, пусть ее оболгут, но в ее понимании это правда и так далее. ибо сказано, что если она совершает все те мерзости, которые делает беззаконник, я уже разобрал, что она мерзости делает, будет ли он жив. Мне кажется, если она и будет, то в определенном смирительной рубашке и, не знаю, в этом году точно, скорее всего, сдавать ее некому. В Америке много таких, это сейчас популярно, ибо все дела ее припомнятся за беззаконие свое и за грехи свои следует. Все верно. Ибо знает Господь, как избавлять благочестливых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда. Все верно. Ибо нельзя уклоняться от пути, ибо грядет ей злое наказание, как уклоняющийся от пути, и ненавидящее обличение погибнет. Она ненавидит обличение, она сильно против разборов ее сеансов, она всю карму и кучу, точнее, это не карма, это она всячески дает опрещение, сопротивление, всяческие, всякие наказания привлекает и проклятие тем, кто смотрит и разбирает ее сеансы. Она говорит, что всякие из взрывомыслящих людей, а именно такие люди смотрят канал Цельнозор, она говорит, что смотреть ее канал плохо. Почему? Потому что любой логический, мыслящий, это зло для нее, она это знает, потому что все, что приключится с ними, будет только за злые дела их и за великие грехи их. Да будет так по воле их, по воле ее за все то, что она сделала и в этом сеансе, и в других, ибо она признала, что так будет, она признала, что все, что происходит зло, это по воле Тараса, который стал предателем, которого она оправдала, она оправдала беззаконие, и все те люди, которые посмотрели, тоже оправдали и к ним, да придет к ним карма, но в первую очередь Викусе и Тарасику пусть придет карма за все, что они наделали и за все те воздействия на людей, которые они оказали, да будет так, за злые дела и за великие дела их, и посмотрим, что с ними приключится, посмотрим, соратник, добра всем.